так всем огромный привет мои дорогие подписчики это короткое включение мы хотим поздравить вас царихой с пасхой вот чего вам хорошего проведите хорошо время с приятными людьми со своей семьей если она у вас есть если нет отправляйтесь на природу я вчера гуляла так это знаете радостно когда народ отдыхает расслабляет все зеленые набережные было заполнено людьми и люди сидели уже отдыхали и так радостно видеть кстати да на эту тему я еще кое-что вам расскажу интересно какие мне пришли мысли в общем с праздником вас мои дорогие это такое коротенькое буквально такое утреннее включение есть такая сонная вся вот решила вместе с вами поесть куличика потому что нет компании обычно мы этот праздник праздновать семьей мама пекла очень много куличей я красила яйца мы обменивались с соседями вот этим всем а теперь вы как какой-то такой вот эти одинокий процесс ну что я вообще буду одна сидеть нет давайте с вами сейчас быстренько и потом дальше пойдем по теме есть что рассказать в общем да чем похвастаться буду хвастаться покупками обновочками мы вчера шопились с подружкой ну ладно займемся я уже располовинила его и наверное чтобы удобно было есть еще надо его поделить на две части и посыпка отваливается и что такое у меня сегодня чай каркаде красный так что там у нас у нас там большая дырка большая дырочка и так знаете о чем я подумала вчера прогуливаясь и разглядывая людей а вчера не выглядели как-то хорошо выглядели до чувствуешь какая-то расслабленность не было такой какой-то ощущение напряжения какой-то как будто базу озлобленности которые бывают вот едешь в общественном транспорте и такое ощущение что все же уже чем-то недовольны а вчера так все знаете такая атмосфера была и что какая мне пришла в голову мысль что тема психологических проблем или даже каких-то психических проблем в человеческом сообществе она очень раздута и преувеличена сейчас так устроена наша жизнь что стоит тебе только пожалуйста какие-то проблемы и тебя отправляет к психологу иди к психологу он тебе поможет а то и к психиатру сходи некоторые люди сами в себе что-то откапывают и думают да это вот наверное мне нужно психологу обратиться и к психиатру и вот в последний год я стала замечать что иногда эти проблемы они немножечко надуманы то есть проблема то есть конечно но она связана не с тем что у тебя с психикой не лады да она связана чисто с какими-то моментами твоей жизни что в твоей жизни что-то не так мало ты отдыхаешь там мало у тебя радости в жизни что-то идет не так как ты хочешь что в этом то вся причина да что можно посетить огромное количество сеансов психотерапии и это тебе не поможет да смысле поможет поможет в чем поможет смириться с тем что ты например там хочешь замуж а тебя не зовут а или ты хочешь реализоваться в творчестве какую-то творческую работу иметь а у тебя нет такой возможности иметь чем поможет тебе психотерапия смириться принять эту мысль и жить с ней ну это я к тому что некоторые проблемы которые по ошибке считают психическими психологическими это по сути дела просто проблема связанные с обстоятельствами жизни все стоит убрать это обстоятельства и все сразу все налаживается само собой а это говорит о том что именно этой внутренней проблемы в самом человеке не было да вот дали людям выходные вот они вышли и вот они уже какие-то другие понимаете какие-то приятливые светлые расслабленные другая энергетика витает снег везде кстати пьяных не видела хотя мы достаточно до позднего времени гуляли вот то есть понимаете вот все дали людям хотя бы просто отдохнуть уже все раз все расцветают вокруг так вот стоит об этом подумать если вы тоже связываете какие-то свои проблемы в жизни с чисто психологическим и ищите ответ внутри себя может ответ нужно искать не внутри а снаружи может быть достаточно просто изменить какое-то обстоятельство и проблема рассосется потому что ее по факту и не было это не было ваше индивидуальная психологическая проблема психическое какое-то отклонение это было просто такая фигня связанная с ситуацией с реальностью вашей жизни что вас просто немного не устраивает реальности не надо с ними лицела до менять пока мы живы пока мы как говорится можем что-то сделать для себя давайте сделаем вот такая мне пришла в голову мысль напишите что вы думаете по этой теме так сказал долго болтать не буду уже пять минут наговорила хотела еще вам показать обновки которые мы купили вчера с иришкой как вы слышите после поезда голос все-таки немножко подсел такой хрипловатый все-таки продула меня конечно этим кондиционером но ничего главное что только голос пострадал особо горло не болит главное тоже нормально отделалась легким испугом как водится кулич из магазина но достаточно вкусный я вам скажу по нынешней нашей жизни второй такая бывает невыносимая выпечка из магазина это вполне даже прилично молодцы постарались изюм такой крупный крупный чистый светлый большой изюм так что по цене большой куличек обошелся 90 90 1 рубль вот так напишите какие у вас цены кто пек сам я обычно пекла сама когда была мама жила она четко отвечала за это потому что типа у нее самый лучший рецепт мне только я яйца дозволялось красть но потом уже после мамы пекла я а сейчас мне нет духовки либо печки не стала оставить этот эксперимент вырок черт кстати напишите мне как вы относитесь сейчас к яйцам едите ли вы их заметили ли вы какие-то изменения потому что я их последнее время практически не ем какой-то странный привкус не знаю может быть я сошла с ума может быть мне просто так кажется на либо как действительно какие-то добавки стали добавлять в корма что в привкусу яиц вообще какой-то невыносимый просто так я знаю что некоторых раздражает когда жую поэтому я закругляюсь дальше у нас будет обзор гардероба и сегодня у меня будет супер полезный ужин приготовим его вместе до встречи на канале всем пока пока еще раз всех с праздником люблю целую пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»